Добрый день! Прошла неделя и мы вновь здесь на съемочной площадке с нашей командой оператор, режиссер и я. И мы должны закончить тему о самаритянах, которые начали на прошлом занятии. И говорили мы о том, кто они такие, эти самаритяне, они же Кутияне. Мы говорили, что они из страны. Где-то Южный Ирак, граница между Персией и Ираком. Было государство Эйлам. Правда, здесь эйламцы упоминаются дальше как отдельный народ, как представители также и народа Эйлама. Но где-то в источниках говорится, что на них нападали, в исторических, научных источниках, что на них нападали какие-то племена Гутим. Вот они, по-видимому, были Кутим. Из этого места Кута оттуда произошел Авраам Авину. Не сказано у Рамбана, если он произошел от этого народа непосредственно. Но из страны этого народа, Урказдим, там где начинается наша история, нашего народа. И вот эти представители этого народа были переселены в Эрец-Исраиль во время захвата их территории царем Санхиривом. И с тех времен они живут уже несколько сот лет, живут на Святой Земле. И в это время возвращаются евреи. И, разумеется, самаритяне, чувствуя себя, что они здесь хозяева полноправные и единственные, начинают понимать, что они теряют гегемонию этой страной, вернулся истинный хозяин этой страны, истинный народ ее. Плюс, когда начинается возводиться храм, начинает возводить храм, то каждому понятно, что евреи смогут сплотиться вокруг своего духовного центра. Это больше еще их усилит, объединит. И начинается противостояние, которое продолжается буквально по сегодняшний день между евреями и самаритянами. Шомроним, самаритяне, или же изначальное название. Их так, как они фигурируют, такими именами они фигурируют не в Танахе. В Танахе о них ничего не говорится, только их называют царей Иуда. Это вот тот термин, которым их нарекли наши мудрецы. В Вавилонском Талмуде и в других источниках, а лохических в основном, они фигурируют под именем Кутим. Потом же добавилось и имя Шомроним, то есть самаритяне. Мы говорили о том, как они приблизительно дошли до, по хронологии исторической, до момента захвата Александра Македонским, Александра Македонским Святой Земли. И как они пытались и просили, чтобы храм был разрушен. Потому что они помогли Александру Македонскому в штурме взятия города Цейдона, Цора. Цейдон – это его порождение на его еще один мегаполис, который от него потом появился. И Александр Македонский все-таки этого не сделал. Потом был развал греческой империи, империя цена Македонского. И Святая Земля переходила из рук в руки то, которое доставало селевкидам. Селевк был император или не император, а главнокомандующий у Македонского, которому и досталась Сирия и ее прилегающие к ней районы. И войны, которые он вел, в основном проходили между Сирией и между Египтом, где правил Талмай или Таламей. И Эрцисраэль, Иудея, переходила из рук в руки и по-разному евреям доставалась от этих греков. Заканчивается все это правление греков ханукальными событиями, когда дом Хашманаим, отплески дома Хашманаим смогли сбросить иго греков, так называемых. Это были не этнические греки, а люди, обгреченные местные народы этих областей Ближнего Востока. И вот когда евреи ушли, поскольку Иудея находилась на границе, это фактически была линия фронта, и жить там было не очень хорошо. Жить было опасно на протяжении многих периодов времени, и поэтому многие евреи вместе с самаритянами перебрались под покровительство Талмая в Египет. И вот рассказывается в источниках, что самаритяне и там не успокаивались в изгнании, и они постоянно совершали какие-то выпады в сторону евреев. И вот однажды они устроили спор, вызвали еврейских мудрецов на спор для того, чтобы доказать, что они правы, а не евреи правы, что Тура на их стороне, и не будут приводить все их лживые доводы или неправильные доводы. Но один из них как раз касается храма, который они построили на горе Гризим возле Шхемы, утверждали, что это истинное место, о котором говорится в Торе, о котором говорил нам Всевышний. И доказательство то, что Йошуа, когда пришел в Рецисраиль, да, Мишкан был сначала в Гельгале, но были какие-то великие собрания на горе Гризим, между горой Эйвали и горой Гризим, и там были поставлены камни, на которых была начертана Тора, очевидно, что были только основные какие-то постулаты были, а может быть только и 10 речений, 10 заповедей основных начертаны на них. Но что невозможно Тору написать на нескольких камнях, даже если они будут очень большие, как валуны. И, в общем, есть кое-какие свидетельства о том, что евреи все-таки двигались в сторону Шхема, как раз этого места, где и они построили свой храм. А Иерусалимский храм, как мы уже упоминали, они называли храмом альтернативным. Так вот, они утверждают, что в Торе действительно не написано нигде, что Иерусалимский храм должен быть в Иерусалиме, что храм, еврейский храм должен быть в Иерусалиме. И есть разные мнения о том, чьи доводы были приняты Толмаем, доводы евреев или доводы самаритян. По одному мнению говорится, что Толмай отверг все нападки, все доводы самаритян и разрешил евреям под его покровительством. Тогда как раз Иудея находилась под властью в Толомея, Толмая, и он разрешил евреям восстановить там служение, приносить жертвы. А самаритян отверг. Также я был удивлен, когда обнаружил, что то знаменитое событие, очень хорошо известное, но трагическое событие, так его наши мудрецы оценивают, описывают, когда Толмай собрал 70 еврейских мудрецов, то есть большой сангедрен, и посадил их в отдельные кельи, в отдельные комнаты, так, чтобы они не могли контактировать ни с кем, и посоветоваться или договориться между собой, и заставил их перевести Тору на греческий язык. Наши мудрецы оценивают этот момент как нечто трагическое. Говорится, что темень спустилась на землю с этого момента. Это не наша тема сейчас, поэтому мы не будем обсуждать, почему, что видно из этого, почему мудрецы наши так относились к переводу Торы на греческий язык. Но самое главное, почему я вспоминаю этот момент, что и это событие произошло также по требованию самолитян, потому что для того, чтобы товарищ Толмай смог как-то разобраться в Торе, или кто прав в своих утверждениях, ему нужен сам текст, ему иврит, учить ему незачем, и это было, наверное, сложно для него и долго, проще заставить других перевести Тору на греческий язык, и тогда он сможет быстро разобраться во многих вещах, прочитать те отрывки, те источники, которые будут находиться в области спора. Еще в 10 веке, 10 век, я говорю по Григорианскому это исчислению, еще в 10 веке практически каждый, до 10 века они самолитяне, практически каждый, каждые сто лет поднимали бунты против различных врагов, различных своих притеснителей, как против Византии, так и против Рима, и где-то в 12 веке говорится, что они уже утеряли свой язык, то есть они говорили на языке, наверное, кутиян, кутим, то есть какие-то языки древних халдеев, древнего Мавилона, и полностью перешли на арабский язык. В конце своих изысканий, опять же я опираюсь на предисловие к книге, трактату о самаритянах, который называется «Кармей Шамрон», «Виноградники Самарии», приводятся и некоторые позитивные моменты, рассказывается о том, что христиане уже, очевидно, во время Византийской империи заставляли, пытались заставить их перейти в христианство, и они долго сопротивлялись этому, и было запрещено им приносить жертвы. Однажды даже была попытка заставить их принести свинью на горе Грязима, их жертвенники в их храме, или, наверное, остатки того храма, который, очевидно, не был такой же величины и таких же масштабов, какой был и храм в Иерусалиме. Есть только жертвенник сегодня, или развалины от него. Я там не был, но фотографии можно найти легко сегодня, пользуясь средствами массовой информации электронными. И даже под угрозой смерти их первосвященник, так называемый, он отказался приносить жертву свиную. И христиане поставили там какую-то фантастическую историю рассказывать какого-то, то ли идола, то ли какую-то птицу из вояния, которая, если бы кто-то из самаритян пытался пробраться, то включая на гору и тайно принести там жертву, сразу же включалась сигнализация, и эта птица начинала громко кричать, предупреждая римлян или византийцев, кто там был, о том, что есть здесь нарушители. Также есть некий позитивный момент в источниках наших, в наших аллогических источниках, где говорится такое правило, что самаритяне, те заповеди, которые они приняли, они готовы их соблюдать, были даже доскональнее, чем евреи, так говорится. И они не полагались никогда на устную тору, они принимали только тору письменную, плюс с оговорками, плюс когда было найдено там из вояния какой-то голубки золотой, а готовясь к этому уроку, мне попалось на глаза какой-то мидраж, где говорится, что Авраама Вину или Якова Вину, когда захватил Шхем, то он уничтожил всех богов, но не всех он мог уничтожить. Непонятно, почему он не уничтожил, не растерывает, как сделали с золотым тельцом, сделал Муша с золотым тельцом, но в общем, многих идолов, которым поклонялся именно Шхем, именно Шхемские кнаонейцы еще, то есть это не были идолы самаритян, а были идолы кнаонейские. Авраама Вину, таки все-таки Авраама Вину, он зарыл их под какой-то ашейрой, то есть это дерево, ритуальное дерево, которому поклонялись, которому служили, который являлся также объектом служения, идолам. И самаритяне нашли, нашли каким-то миноискателем этот клад и вот стали служить этой голубке. Кстати, это очень логично, это уже мои домыслы, потому что ведь, почему они стали служить, немножко соблюдать иудаизм, по крайней мере, внешний, или по крайней мере, письменную тору безусной, потому что они изначально боялись проблем. Они утверждали, понимали так своими маленькими мозгами идолопоклонцев, идолопоклонников, что местные боги на них гневаются и нужно их как-то задобрить, то есть служить им. Вот они и служили еврейским богам. Оказалось, что здесь еще есть боги другие, которым служили еще в доеврейский период. Служили местные кнаонейские народы. И вот как хорошо, что мы нашли эту голубку, это изваяние, наверное. Теперь установим его и будем ему поклоняться. И когда наши мудрецы обнаружили этот вот их символ, этот их идол на горе Гризим, то тогда сразу же сделали их абсолютными гоями, сделали их вино, как вино, вино возлияние, которое использовалось для каких-то жертвоприношений идолам. Хлеб их запрещено к нему прикасаться. Ну и, в общем, из-за, в принципе, внешней близости, потому что сифры и Тора у них были такие же, как и у нас на том же шрифте написаны, потому что они внешне, наверное, как-то в одежде, в какие-то внешние обычаи, жертвоприношения. Все это они декларировали, выдавали себя, как будто бы они являются также сторонниками иудаизма, и соблюдающими иудаизм. И была в этом опасность, потому что многие не чувствовали границы. Ну, по сравнению с какими-то китайцами, японцами или другими идолопоклонниками, которые живут вокруг, здесь, вокруг Святой Земли, почему бы нам не быть близкими вот с этими людьми, которые по многим параметрам очень похожи на нас и поклоняются в том числе и нашему Богу. И поэтому была в этом опасность, о которой мы, кстати, и говорили на прошлом уроке, даже у первосвященника Ишуа, или Егошуа, как его называют в книгах пророков, а не в книге Эзры, у него даже дети успели пережениться с самаритянами. Как так? Как он пропустил это? Как он? Или не понимали, или взяло время понять, кто они такие, насколько они далеки от народа Израиля и от Всевышнего. Ну, в общем, это и было одной из целей отделить их напрочь, сделать их абсолютными неевреями. Герей Араетк, так называемые, герим, которые прошли гиюр из-за каких-то целей меркантильных, но не из-за животных, из-за опасности перед животными, но не для того, чтобы действительно служить Всевышнему. Где-то в начале XX века от этих товарищей оставалось несколько сот человек. Поголовье их сократилось, и были предприняты попытки их коинами, их жрецами, священнослужителями для восстановления их численности. Было разрешено импортировать различных женщин в последнее время. Так, мне сказали кто-то, кто прочитал каких-то источников, где можно найти о них, что-то на русском языке. У них были привезены несколько женщин с Украины, несколько женщин из Турции, и вот им был сделан такой гиюр самаритянский, для того, чтобы каждому человеку досталось, каждому мужчине досталась женщина, ибо их не хватало. И сегодня количество их приблизительно около 700 человек, и половина из них переехала в Израиль, то есть остальные живут там же, в Шхеме, рядышком со своей горой Гризим. Как говорят свидетели, мои личные знакомые ездили туда посмотреть на это зрелище, когда они приносят пасхальную жертву, зрелище, зрелище, жертва настоящая, может быть, даже похоже на то, как это было в древности в нашем храме, но однозначно люди неприветливые, потому что евреи, еврейские туристы, древняя ненависть сидит в них. Что касается тех евреев, тех самаритян, которые переехали в Израиль, и у них община в городе Хулон находится, то они постепенно ассимилируются, постепенно исчезают, некоторые проходят настоящий гиур, переходят в нормальное соблюдение нормального настоящего иудаизма, и что интересно, мне показали ролик, где сидит самаритянин, современный, ничем не отличается от обычных выходцев из Востока, евреевых выходцев из Востока в Израиле, и достаточно интеллигентный, приятный человек, разговаривает на чистом иврите, и рассказывает какие-то байки о том, кто у них коины, кто у них левиты, и в том числе о том, что у них есть книги, по которым они на 700, ну не поколений, но в общем 700 имен в их родословной, у каждого хранится их четко, все знают, кто они, но если придумать такую вещь о храме, что Иерусалимский храм является альтернативным, а они как раз являются вот тем представителем коленами нашей Ифрай, против которого взбунтовался весь основной Израиль, весь остальной Израиль, а точнее даже два колена Бенемина и Иуды, ведь они же были там как раз в эпицентре Северного Царства, то уж такие вещи придумать совсем несложно, и что самое было забавное, это сука, как они делают суку, невероятно красивое зревич, и посульное, некошерное суку они делают в доме, известно, что сука по закону должна строиться только под открытым небом, даже если над надсхахом, над тем местом, где ты строишь суку, будут нависать ветки какого-то дерева, уже это является проблемой, они же делают в доме, в обычном доме, под крышей, подвешивается, наверное, на каких-то болтах, на каких-то дюбелях, подвешивается огромная металлическая рама по периметру всей комнаты, а там натянуты как струны натянута леска или, скорее всего, проволока, и подвешиваются красивые плоды разных цветов, и получается, там, наверное, тысячи плодов нужно, чтобы сделать такую суку, если не... и получаются такие красивейшие узоры, как мозаика, то есть ты можешь выбирать желтые лимоны, пустить по одному кругу, а потом по другой круг сделать какие-то красные гранаты, невероятно красиво, да, ну, разумеется, какой-то человек, который снимал этот репортаж, как большинство здесь евреев, если не религиозные или не масротим, соблюдающие традиции, то есть частично какие-то заповеди, которые им кажутся самыми важными, но даже и та светская часть населения здесь хорошо знакомы с иудаизмом, с многими его проявлениями даял охот, потому что если не он сам так родственник, и не он так дети Хазрубичева, да, и приходится ездить в суку кошерную сидеть по праздникам, чтобы увидеть внуков, ну, и он задает вопрос, говорит, где же сука, какая же это сука, где стенки, ну, ладно, стены хорошо, стены дома подойдут, если, ну, крышу надо снять, ну, должно быть под небом, ну, совершенно просто, совершенно не не пасуя перед камерой, он говорит, ну, а где сказано вторе, да, как храм, не сказано, где он должен был быть построен, так и не сказано вторе ничего, ну, как реформисты сегодня говорят, что в субботу на машине ездить не где об этом сказано, вот, в общем-то, вся история, и люди эти исчезают, потому что не являются приверженцами, не привержены истинной религии, истинным ее устоям, законам, и на протяжении, на пути нашего изучения книги Эзра и Нехеми еще мы не раз будем сталкиваться с врагами народа Израиля, будем по вещам вспоминать о них, ну, а я думаю, что тема это достаточно исчерпано, подробнее, может быть, напишем в книге, в комментариях на книгу Эзра, а сейчас, я думаю, мы будем продолжать двигаться по четвертой главе книги Эзры. Итак, мы остановились где-то в начале, прочитав имена негодяев, которые написали поклеп на вет на евреев персидским властям, вот, и седьмой стих, давайте начнем, четвертая глава, седьмой стих. А вне Артахшасты, верно, подано писал Артахшасте царю Параса Митридат Тавейл и остальные друзья его, а послание написано было письмом арамейским и изложено по-арамейски. Это как раз удивительно, потому что нет, неудивительно, это как раз нормально, потому что, я не знаю, почему написано на еврите, потому что они не говорили на еврите, видите, они говорили на арамейском здесь, и на основании чего я обратил внимание на это, известно было, что в Персидской империи для удобства было сделано так, что был введен такой закон, что любое послание, которое отсылает человек с какой-то касационной какой-то жалобой своей или просьбой, какой-то народ пишет что-то, какое-то послание, поздравление царю, неважно, все, что вся корреспонденция, которая отправляется в Ахмета, столицу Персии, или потом более позднее время Шушан-Абира, в это время уже, конечно же, была Шушан-Абира, столица в Шушане, то каждый должен писать на своем родном языке, а там при дворе есть человек, который есть целый аппарат, который занимается переводом этих текстов, так вот удобно, чтобы поэтому сказано языком арамейским, здесь подчеркнуто, Рехум составители Шимша и Писец написали это письмо в Иерусалиме, Артахшасте, царю, как сказано было, тогда Рехум составитель Ишимша и Писец и прочие их единомышленники Динаи, Афарсадхайи, Тарпелайи, Афарсеаи, это народы, это не имена, Аркивай Бавельцы, видите, Шушанцы, какие-то есть отдельные Шушанцы были, и Даэйцы, а вот и Эйламцы, Эйлам, которое исторство, которое хорошо известно историкам, причем с абсолютно идентичным названием, Эллам, может быть, не через Юд, а не через буква Й, и кратко, а Элам, и прочие народы, которых изгнал Ас на Парсанхири в царях Ашурский, великий и славный, и поселил их в городе Шамроне, и в других местах Заречья и Кеэнета. Написали послание, и вот содержание письма, что послали ему Артакшастия, царю, рабы твои, жители Заречья и Кеэнета, да будет известно царю, что иудеи, которые поднялись от тебя к нам пришли в Иерусалим и строят они город мятежный и преступный, и заложили они крепостные стены и крепят основание. Здесь мы уже успели встретиться с несколькими царями, с именами нескольких царей. Корыш, Дарьявыш, Ахашвирош и Артакшаста. Нужно разобраться среди этих царей, разобраться, кто, когда, после кого был. Если вы помните наши первые уроки, то уже часть вы должны помнить, самое начало, с чего начинается Персидская империя. Что очень важно, есть большое расхождение между историками и учеными различными и расхождение с теми источниками, которыми пользуемся мы. Мишна, Талмуд, Митрашим, Так вот, какая хронология у нас? Прежде всего, есть также расхождение не только в хронологии, не только в именах, в количестве царей, а также и в количестве лет, которыми период, который простоял второй храм. Если первый храм, никто с этим не спорит, простоял 410 лет. Кстати, есть стих в книге Шмот, 25 глава, стих, кажется, 8, где говорится, вебанитем ли это? Мигдаш Вешаханти Бетухам Так вот, слово Вешаханти Слово Вешаханти можно разделить на две части, так трактуют наши мудрецы. Шахан, Вешахан, и я буду Лишкон, то есть буду, Всевышний говорит о том, что вы построите мне святилище, и я буду в нем находиться. Шахан, А если взять окончание Тав Юд Ти, Тав Юд, это и есть гематрия 410 лет, то есть Тав 400, а Юд 10. Если же еще сделать еще больший трюк и перемешать буквы, просто используя те буквы этого слова, перемешать их, это же не просто разделить окончание от корня слова, а перемешать буквы, то получится Шени, можно сделать такую компоновку, такую комбинацию, Шени, то есть второй храм, Тав Хав, 200, Тав 400, Хав 20, 420 лет. Но современные историоним, историки, а профессоры, они утверждают, что второй храм простоял около 600 лет. Там есть где-то расхождение, как раз в эти 180 лет. И есть разные версии, объясняющие, почему наши мудрецы написали иначе. Почему, куда пропали эти 180 лет? Или, скажем так, об этом мы не будем говорить о 180 годах, о 600, 600 годах. Потому что их неправильно толкуя, неправильно приводя какие-то исторические летописи, в которых говорится, соответственно, говорится о различных царях, которые правили не 6 лет, не 14 лет, а 40 лет, 36 лет, как утверждают историки. Тогда и получается вот такой раздутый период. хорошо все это объясняет знаменитый и великий Абарбанель, который жил сначала в Португалии, потом в Испании, а закончил свою жизнь в Неаполе, Наполе, в Италии. И Абарбанель в своем комментарии, также очень знаменитом, Ма-Аянея-Ешуа, а сегодня все знают, наверное, Харидимную больницу в Бнейбраке, которая носит такое название, Ма-Аянея-Ешуа, это книга комментарий Абарбанеля на книгу Даниэля, а разделена она книга по источникам, Ма-Аянея-Ешуа, источники избавления. Главы называются источники, Ма-Аян первый, Ма-Аян второй, там, кажется, 14 источников, а подглавы, под пункты называются Тмарим, пальмы, вокруг источников всегда образуется оазис в пустыне, и там растут финиковые пальмы. Вот, в 13-м, 11-м источнике Третьей Пальме Абарбанер относится вот к этому, приводит этот комментарий, не комментарий, грех сказать даже так, да, в общем, так он пишет, латиним, у латиносов, да, он там жил и, наверное, как-то имел возможность, доступ к их историческим повествованиям, летописям тех былых дней, и вот, в соответствии с историками или учеными, латиним, латинист даже, кажется, он говорит, такой порядок персидских царей. Значит, первый царь, он, в принципе, был не перс, а корыш, а медиец. Говорили, что в Персии Иран современный, на его территории были непосредственно Парас, Персия, потом немножечко восточнее были Парфяне, а южнее были медийцы, медия, это, предназначительно, одни и те же народы, которые сегодня образовали вот это вот государство под названием Иран. Так вот, первым, в принципе, был не персидский царь, а медийский царь Корыш, который и взял первенство у вавилонских царей, когда вавилонская империя была имейной разрушена. «Да нет, я ошибся, Дарьявыш, что же вы меня не исправляете?» Дарьявыш, первый был Дарьявыш, и его, так пишет Барбанель, это впервые я увидел, готовясь к этому уроку, Барбанель говорит, он был, значит, следующий император, первый уже император персидский, был сын его брата, племянник, его же зять. Как он оказался теперь персам, непонятно, потому что, если он медийц, так его брат тоже медийц, так и племянец, наверное, медийц. Может быть, племянник женился на персидской женщине? Нет, он женился на его, непонятно. В общем, правил он Персии, так говорят о корыше, вот тот наш хороший корыш, который дал нам разрешение нашим праотцам вернуться в святую землю и строить храм. Так вот, они говорят, кто они, латинские, римские, христианские летописцы, что вот этот вот корыш правил 30 лет. А мы знаем, что по нашим летописям, по подтверждению наших источников три года. У него был сын, которого звали Камбиша или Камбузи, который правил семь лет, и он как раз убил корыша, это вообще новость. Никогда не слышал, чтобы корыша кто-то убивал. Он и убил корыша. Следом за ним был еще один царь, Имодаро, семь месяцев. А потом был Дарьявыш. Он дал право отстраивать храм. То есть, понимаете, что происходит здесь вообще? Вы хоть понимаете? Не корыш дал право строить храм, а Дарьявыш. А мы-то знаем, что Дарьявыш второй, он уже у нас второй в списке, до этого был Дарьявыш первый, с которого все начиналось, Дарий. Дарьявыш-то второй был сыном Эстер и Ахашвироша, и он дал разрешение возвести крепостные стены вокруг храма, а не строить храм, потому что храм в его время уже был завершен. Нет, здесь получается, что храм еще не построен. И вот есть Дарьявыш, теперь он дает право на возведение храма. Правил 36 лет. Ой, какой-то Сиришми, его сын 20 лет, Артабно, его сын, то есть вот этого Сиришни, 7 месяцев, я могу ошибиться, потому что огласовок нету, а как имена назывались, я не знаю точно, как их правильно читать. Вот Артахшаста встречается, тот, который отправил Эзру и Нехэми в Иерусалим, правил 8 лет. Напомним, что Эзра, я, может быть, не говорил еще об этом, он говорил о том, что Эзра остался в Персии и руководил оттуда всей этой альей, всей этой репатриацией и возведением второго храма. Но сам жил там, пока не умер Борух бен Нерия, и он приехал в Эрец, Исраэль, когда уже второй храм был завершен, когда второй храм уже приступил к действиям, то есть уже начали приноситься жертвы, и только после этого он приехал в Эрец, Исраэль 23 года после первого поднятия большой группы в 42 тысячи человек во главе с Азрубавелем. Вот здесь фигурирует Артахшаста. Шир-Сиш два месяца, Шунриано десятый или один в зависимости, у меня получилось 14, у Абарбанеля 13, я скажу, почему у меня 14, потому что Абарбанель не считает Дарьявыша первого, переперсом, медийцем, какой-то итальянец, Шунриано 6 месяцев, потом Ахашвирош, они потеряли Ахашвирош, пуримские события, 14 лет, есть мнение, 40 лет, Ши-Око 12-й царь, вот тут японцы уже пошли, сын Ахашвироша и Эстер, это не Дарьявыш второй, но вы понимаете, полная путаница, полная каша, какие-то имена, вот именно этот Ши-Око и был сыном Ахашвироша и Эстер, он же Артахшаста опять, 26 лет правил, Аршино 4 года, опять Дарьявыш, 6 лет, его убил македонский. Еще раз повторим наш правильный список у наших мудрецов. Первый был Дарьявыш, Дарьявыш первый, медиец, потом Кореш, первый, Парси, 3 года, Дарьявыш один год всего, правил, просто умер, он был 68-70 лет, и он же спас Даниэля, в книге Даниэля описывается, в общем, тоже был Кореш, как и его зять. После них Ахашвирош 14 лет, после этого 7 или 9 лет Дарьявыш второй сына Ахашвироша, и его уже убил македонский, Александр Македонский, с этим соглашается также и Абарбанель. Пишет Абарбанель, на самом деле действительно было, ну, если не 14 или 13 царей персидских, то уж точно как минимум 5. Он упоминает Камбузи, Камбиша, он упоминает еще какого-то царя, и говорит, что, говорит такое правило, наши мудрецы упоминали каких-то царей только тогда, когда у наших праотцов были какие-то с ними дела. Хорошие или плохие? Хорошие, как, например, во времена Корыша, который разрешил возводить, начать возведение второго храма. Хорошие, как, например, Дарьявыш второй, который был наполовину евреем и по материнской линии был кошерным евреем, а сам он жил как некошерный еврей, потому что, понятно, он был императором, и более того, говорится о нем, будем в книге, в книге я об этом подробнее говорить, говорится о нем, что он ихмит, скис, в общем, советники его более склонили и сам пост, сам тот соблазн быть императором или же быть каким-то подпольным ортодоксальным евреем, несмотря на то, что была рядом мама Эстер сбоку дядя Мурдыха, вы знаете, я видел Зоар, в Зоаре говорится, что Эстер использовала какие-то, скажем, противозачаточные средства, когда была в интимной близости с Ахашфирошем, в общем-то, она была замужем за Мурдыхаем, также известно, хоть он был ее дядя, и в конце концов Зоар приходит к выводу, что Ахашфирош, Дарьявыш II, он был евреем и по папе, то есть Мурдыха можно назвать и папой, но это немножко такая информация не для неподготовленных людей, но и, как правило, ее не используют, принято считать, что мама Эстер, папа Ахашфирош, и были также некошерные цари, которые были плохие отношения с евреями, например, во времена Ахашфироша, во времена Ахашфироша, храм был заморожен до него, во времена Корыша, но все 14 лет от правления Ахашфироша, храм так, и стройка была заморожена, и непонятно, были там жертвоприношения на жертвеннике, который успел, который был уже возведен, но так ничего евреям и не удалось сдвинуть. Кстати, есть на эту тему Раши, который говорит, кстати, из которого мы черпаем многие источники, многие наши доказательства против историков, какой был порядок и что происходило в те времена. Вот давайте прочтем стих 5, нет, глава 5, стих 2. Я уже открыл, подготовил заранее, рассказывается там. Во Егейки Ротамелех это Естер. И вот Естер пришла во дворец к Ахашверошу без приглашения, но ей это прошло без наказания. И вот когда он увидел Естер Амалка, она уметет в хацер и носа хэн бэйна, и она нашла милет в глазах товарища Ахашвероша ваёшет, המелех леестер эт шаравит, азав, и протянул к ней свой золотой скипитер в руке ватикрав Естер ватигабо ваше леестер. И вот она прикоснулась к этому скипитеру. Третий стих. Ваёмерлахамелех малахэстерамалка ума бакашатех что тебе, сказал ей царь, что тебе, моя царица, и что будешь просить? Все исполню. Антхациямальхут войнатэн лах. Проси хоть полцарства, и его я тебе дам. Войнатэн лах. Теперь. Есть Раша. Раша объясняет этот стих. Пятая глава, третий стих. Атхациямальхут Что означает до... Мы понимаем обычно, как эта фраза звучит, или как она по-русски звучит. Полцарства готов тебя отдать за лимузины, какие-то летние дворцы, резиденции, петродворец, там, все, все. Вот возьмем половину, попросишь, я тебе отдам. Это счет в банке, поделим. Это я готов, так я тебя люблю, что вот, в принципе, готов даже отдать тебе половину, но только я останусь царем, корона будет на моей голове, ну и плюс и половина имущества. Атхациямальхут это до половины. Этот же дружь, такой же способ трактования, толкования. Наши мудрецы используют, когда читают стих о египтянах, которые утонули во время выхода из Египта, во время перехода через Красное море, там говорится так, что все египтяне утонули, и не осталось ни одного, вроде бы, правильно перевести, говорит, Адхад не осталось, а до одного, то есть, все погибли до одного, то есть, один остался, кто это был, говорит Медраш, это был сам фараон, который видел, как евреи собирали трофеи золотые, которые море выбросило на берег, понятно, что там золотые кольчуги были на лошадях, которых они страшно любили, и это была их вообще монополия производства лошадей в Египте, вздулись трупы, всплыли кольчуги вместе с ними, плюс какие-то сундуки с золотом, которые брали на войну для того, чтобы идти на вабанг, поднять мотивацию у солдат, сказать им, что смотрите, вы не думайте, что можно сбежать, можно убежать, проиграть войну, ну вернуться домой, нет, дома больше нету, все банки, вся казна здесь, мы проигрываем войну, мы теряем все, страна больше, все биржи падают, жить больше там не на что, все это всплыло вместе с деревянными колесницами, евреи собирали, так вот, на дюне, в Заликеве, очень красивый такой митраж, неподалеку, неподалеку, вдалеке оттуда, на какой-то песчаной, одинокой дюне, стоял силуэт, который, виднелся силуэт человека, который издалека наблюдал за евреями, которые собирали золото, которое всплыло, море выбросило его на берег, и вот он прислушивался, как евреи возносили Всевышнему песнопение, восхваление за то, что он избавил их от врагов, я не помню, какие там стихи, ну, в общем, когда евреи сказали одну фразу, первую часть стиха, то, «Ми ха моха ба шеме лох ким», а фараон, это был фараон, а фараон произнес, «Ми ха моха», и так дальше. Не помню, забыл. Теперь, Всевышний дал фараону долголетие, поскольку он, ну, уже получил столько макот, таких хазар бичува, пришел к полному раскаянию и признанию Всевышнего, и дал не только ему возможность добраться до новых, в Египет возвращаться не было смысла, потому что Египет был полностью разрушен, он, опять же, все деньги туда вывезены или евреями, или самими египтянами, и утоплены в море, а фараон, так продолжает метраж, говорит, видел, как народы из Африки приходят и нападают на обезоруженную, обескровленную страну, плюс после целого такого катаклизма, 10 казней в течение целого года, как уничтожают все, что там осталось, расхватывают, в общем, он понял, что возвращаться было больше некуда, поэтому он ушел в другое место, но опыт управления, дипломы, которые все у него были, знал, как управлять такой страной, плюс Йосеф научил в свое время многому, это он таки смог построить, стать царем города Нинвы, то ли он сам его отстроил, вряд ли, а он стал, в конце концов, царем города Нинвы, прожил около 400 лет, и это объясняет, то, почему уроженцы этого города, все раскаялись, всех озрубит чувак, когда пришел туда, спустя много лет, сможет, сотен лет, пророк Йона, говорят, что, ну, как это евреи, евреи с трудом делают это, а тут вдруг не евреи, да еще служители идолов, которых нет ни Торы, ничего, вдруг они стали такими-то хорошими, все приняли, на самом деле, источники говорят, что это хватило на 40 дней, но все-таки первично, да, какой-то акт был сделан, и объясняет Медранович, что пора собрал, то есть царь Нинвы, бывший фараон, собрал всех и сказал, господа, я уже один раз попытался пойти против Всевышнего, не советую, и все его послушались, хотело, опять же, хватило на 40 дней этой чувы, это не еврейская чува, но адыхат, один остался, так и адхатси, можно адхатси, до половины царства, до половины хатси, это так же, если мы возьмем, вот у нас есть, вот книга, которую я держу перед собой, у нее есть середина, шов, который, где я открыл, отсюда мы меряем хатси, мы доходим до середины, и с другой стороны, с другого края обложки мы будем мерять, так же дойдем, если сделаем опять хатси, то есть половину, опять дойдем до середины, так говорит Раши, адхатси, альхут, доварши, губээмса, губэхатси, альхут, вещь, которую проси у меня, все, что хочешь, но только до полца, до вещи, которая находится в середине, в центре царства, губэйтамигдаш, это и есть храм, шиитхилру, в нотбээмэйкорэш, тот храм, который начали строить, второй храм, который начали строить во времена корыша, вэхазарбо, и отказался корыш от этих идей, вэцивали вателема амлаха, и приказал заморозить стройку, прекратить строительство, вэхашвирош, ямадахаравы, хашвирош, который находился, царствовал вслед за ним, гамгу битэля млаха, и так же и он, ну там, битэль, битэль отменил, не дал разрешение продолжить эту стройку, так же во времена его правления, всех 14 лет, стройка была, на стройках была тишина. Вот вам, пожалуйста, один источник, который говорит о том, что хронология у нас несколько иная, по историкам получается так, что Дарьявыш, то есть события пуримские, происходили уже после того, как второй храм уже много лет существовал, как он был уже давным-давно отстроен. Теперь, что используют историки? Какой довод они приводят? Вот, посмотрите, у нас в нашей недельной, не в недельной, в нашей главе 4, которой мы сейчас занимаемся, сказано так, в этом навете, в поклёпе, который они отослали, Арташасте, царю, рабыт, вы уже сегодня прочитали, да будет известно ныне царю, что если будет стих раньше, 12 стих, да будет известно царю, что иудеи, которые поднялись от тебя к нам, пришли в Иерусалим, и строят они город мятежный, и преступный, и заложили они крепостные стены, и крепят основания. Ну, о чём речь идёт? О крепостных стенах? Здесь, в книге Эзер, вообще речь идёт сначала о замораживании самого здания, непосредственно своего храма, не крепостных храм и стен вокруг храмовой горы, а крепостные стены, о них мы будем говорить в книге Нехемии, ещё много времени нам, пока мы туда дойдём, во второй главе, что даже когда храм был построен, и даже когда начали жертвы приносить, всё ещё была большая проблема, что храм был практически открыт для нападения врагов, и никто не хотел евреям, очень сложно было проживать в Иерусалиме, потому что он постоянно подвергался налётам различных народов и народностей, в основном кутиян, самаритян, которые жили в окрестностях, намечали жить евреям и приносить жертвы, служить Всевышнему. Поэтому была необходимость, для того же, была необходимость в разрешении на строительство крепостной стены, городской, не храмовой. Она не являлась очень мощной, она просто как бы окаймляла 250 метров приблизительно, прямоугольник такой на храмовой горе, окаймляла только сам храм. Но храм было легко взять, он не был предназначен для обороны, чтобы нести оборону его защитникам, плюс территория сама небольшая. Нужна была крепостная стена вокруг города, чтобы люди могли жить спокойно и тихо внутри города. Там есть и аллогические аспекты. Жертвы можно было кушать к отчим калим. Будем говорить об этом подробнее. Так об этом говорится потом. Почему же они говорят здесь? А, историки говорят, ну, как они это объяснят? Ну, что, что здесь просто в 4 главе приведены все, как бы, опережая события, раньше времени, Эзра взял и написал сюда, привел все поклепы, все наветы, которые самаритяне посылали. Да нет, вместо что-то, если там объяснение другое, простое, да, идет речь о крепостных стенах, может быть, горы, храмовой самой, но не, не говорится крепостные, а городские стены. Ну, в общем, мы не будем заниматься прям доказательством, как в пинг-понг, кто прав, кто неправ, да, у нас есть свои источники, у них есть какие-то свои источники, Абарбонарь объясняет просто, каждый царь всегда писал какую-то свою историю, каждый император, который приходил, в его руки попадали архивы, он переписывал историю, если он убивал своего отца и таким образом поднимался на трон, это, разумеется, было не очень хорошо, не очень красиво, это пытались вычеркнуть, если он был против какого-то, ему не нравились дела и успехи, и славы какого-то другого царя, все тоже могло быть перекраиваться, переписываться, поэтому не могут быть доподлинными, подлинными, вот эти источники, которые приводят нам какие-то латинские, византийские, римские, христианские историки тех времен, для нас истина является наш Танах, нашей книги, наша традиция, наша история, и наши мудрецы, которые пишут, Ираша, если что-то писал, он знал, что он говорит, и вот, например, посмотрите, еще один источник я подготовил, в том же Меглат-Истер, сейчас попробуем задать кушию вопрос на наших мудрецов, на тех, кто писал эти книги, но по порядку, сейчас пока что доказательства, 9 глава, кто хочет, может открыть, найти 9 глава, 10 стих, здесь перечисляются имена, имена товарищей, которые были повешены, на сыновей, 10 сыновей Амана, в столице Шушане, тоже это не очень верный перевод, Ир-Бира, это нет такого понятия, столица, Ира-Мамлаха, царский город, там где находится, Ира-Бира, Бира, это резиденция, то есть это, хотите назвать, Кремль, где сегодня находится правительство, парламент заседает, Кириат-Мимшала, то, что называется на иврите, современное, ну, в общем, в Шушане, в Шушана-Бира, то есть непосредственно в районе, который прилегал, или который включал в себя правительственный район, убили евреи, 500 человек, все здесь были Амалекитяне, здесь как раз Таргуми говорит, декули нин губейт Амалек, все были, не убивали персов, иранцев, убивали имена Амалекитян, как знали, знали, поговорим в могиле от Истыр, если доживем, если дойдем до этого, без раташем, дай Бог, вот седьмой стих, всех мы перечислять не будем, а вот говорит, что нам раши, это те десять, у нас здесь нет имен, там Шимша и Пищик, мы знаем, что это был сын Амана, а вот все десять, которые были повешены, они тоже были в Истыр, тогда они тоже были насильно переселены из каких-то своих областей, в области эти, и все они участвовали в написании, так пишет Медраж Шедер-Олам, они все участвовали в написании Ситна, Аль-Ёйшвей, Югуда Верушалая, тех, кто находится в Иерусалиме и проживает в Иудее. Вопрос, который я обещал, небольшая сложность, в Магилат Истыр нигде не упоминается Эзра, нигде не упоминается Иерусалим, в книге Эзры ничего не находим, мы о событиях Магилата Истырова. Ведь как раз пока они здесь строили, пока Ахаш-Веруш правил 14 лет, там было замораживание стройки, там они не могли жить нормально, наверняка было и государственное финансирование прекращено, помним, что Корыш позволил все, дал все, дал деньги, дал возможности, дал финансирование, только заставил быть все время все-таки, напоминать о том, кто вами правит и кто над вами. Объясняет комментатор, и все это очень просто. Магилат Истыр писалась для того, чтобы рассказать нам о пуринских событиях, и поэтому ты никогда не найдешь в ней параллель между... Ай, Медраж говорит, что Даниэль, который приехал в Эрец Исраэль, лишившись, когда Персидская, Вавилонская империя пала, и он остался фактически, ну, без работы был там, главным советником на протяжении 70 лет, у всех царей, все прислушивались, как хотели божеством его сделать, вспоминали об этом. Он приехал в Эрец Исраэль, а потом был заслан нашими лидерами, да, или вызван Эзрой, да, в подмогу вместе с Мордыхаем, вместе с Даниэль, вместе с кем, и потом был обратно отправлен с Рубавель. В общем, все вернулись в Персию для того, чтобы ходатайствовать и размораживать стройку эту, замороженную. В Эрец Исраэль происходят персидские, пуринские события, и мы встречаем Даниэля под именем Атах, так говорит Медраж. Одно из мнений. Его убивает как раз Амана, он там закончил свою жизнь. Мордыхай был умер там, был похоронен там, в Персии. У меня были соседи, иранские евреи, по России им рассказывали, что в детстве, до того, как они репатриировали в Эрец Исраэль, в землю, в государство Израэль, они ходили на эти могилы, этот город существует, кстати, еще не деревушка, это Шужан-Абера, Суз, Шуж, как-то он называется. Ну, есть, есть склеп, есть могила, есть персы, как все мусульмане, чтут еврейские, не глумятся и не оскверняют еврейские святыни. Все очень ухожено там. Так вот, Мегелат Эстер занимается пуримскими событиями, только вот этим периодом. Книга Эзры и Нехемии занимается, в основном Эзры, все-таки Нехемия, да, уже мы его находим в Персии, мы его находим возле Дарьявыша, и он его винтаскивает от разрешения на строительство крепостных стен, но в книге Эзра книга занимается тем, что происходило в Святой Земле. Поэтому нет параллелей, поэтому историки используют всякие моменты, да, о том, что нет упоминания здесь об этом, в книге Эзры о Мегелат Эстер, используют это для того, чтобы утверждать, что была совсем другая хронология и совсем другие времена. Период правления. Я не думаю, что нам стоит останавливаться на этом еще больше. На следующем занятии с Божьей помощью через неделю мы займемся разбором поклепа этого, этого навета, как он делался, как подкупали людей там в Персии, как не боялись подкупить различных писчиков и прочих составителей этих поклепов, ведь если они пишут вранье, если их раскусят, это же не как сегодня демократия, штраф, уволят с работы человека, это же просто сразу голова на плаху, будет отрублено. Как они не боялись, как они сделали подстроить так, чтобы у них были откатные варианты, то есть возможность оправдаться, а потом сказать, что нет, вы неправильно поняли, или мы неправильно поняли, или мы не это имели в виду, это как раз возможности давало для этого вот тот написание на иврите, на местных языках, в данном случае на арамейском, и перевод на персидский язык, то есть вот здесь можно было всегда сослаться на какие-то искажения, короче говоря, об этом все, поговорим с Божьей помощью через неделю, до свидания, до следующих встреч.